Уборка улицы Старозагора ведется круглосуточно. Приводит в порядок как проезжую часть, так и тротуары с газонами. Чистота это не только залог здоровья самарцев, но и долгожительство дороги, убежден мастер участка Павел Фролов. Подрядная организация, в которой он работает, отремонтировала промежуток улицы от Советской Армии до Нового вокзальной. И теперь, по контракту, будет три года здесь убирать мусор и снег. Расчет властей прост. Подрядчик, который все повреждения асфальта и бордюров должен восстанавливать за свой счет, будет аккуратно очищать асфальт от грязи, снега и льда. Здесь, на улице Старозагора, в границах улиц Советской Армии и Нового вокзальной, комплексный ремонт почти завершен. Готовность свыше 99%. А обслуживание автодороги и прилегающей территории началось с августа. Причем на всем протяжении от улицы Советской Армии до Ташкентской. То есть и на отрезке, обновление которого завершится в 2020 году. Есть пожелание к владельцам соблюдать знаки, установленные ГИБДД, о запрещении парковки в определенное время. А так, ну мы подстраиваемся. Там, где нет возможности убрать механизированное, мы дорабатываем вручную. До 1 ноября уборка идет по летнему регламенту. Вывозят мусор, в том числе и листву. Спиливают сухостой, очищают тротуары. Дважды в сутки пылесосят и моют дороги. В том числе и парковочные карманы. С ноября и до весны будут очищать дороги и тротуары от снега и льда. Сугробов не будет, обещают подрядчики. Спецтехника и реагенты в наличии. Песко-соляные смеси и новинка этого сезона – влажный двухкомпонентный Бионорд. Он почти моментально растворяет снег и лед. Представители контролирующих организаций, ОНФ и дорожное хозяйство уверены – новые технологии и условия эксплуатации дороги должны продлить ее срок службы. В среднем у нас 4 единицы техники работают. То есть по подметанию проезжей части, тротуаров, мойка. Соответственно, вакуумный пылесос работает на участке. И в среднем где-то порядка 5-10 человек дорожных рабочих. Самый больной вопрос во всей этой работе заключается в том, что объединить усилия и скоординировать работу всех служб, которые завязаны на дорожную сеть. На сегодняшний день та подрядная организация, которая выполняла в комплексе эти работы, она в течение трех лет будет ее эксплуатировать. И гарантийные обязательства, все, которые будут возникать в ходе ее эксплуатации, будут ложиться на плечи подрядной организации. Самарцы уже заметили положительный эффект от новых современных технологий уборки улиц. Очень чисто убирают. Вот, например, листья сегодня приехали, убирают. Чистят вон даже позади щеточкой какой-то. С детьми очень приятно чисто гулять. Лучше, чем было то, естественно. Ремонт и эксплуатация улицы Старозагора проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С дворниками подрядчики проводят инструктаж, учат бережно относиться к вверенной территории. Впрочем, у общественников во время осмотра территории возникли и замечания. Они касаются ремонтных работ. За перекрестком с улицей 22-го партсъезда нужно закончить благоустройство газона, убрать с него глину, как и вокруг колодцев. От цветочных павильонов раньше собственникам была проложена бетонная дорожка в направлении проезжей части. Теперь она упирается в установленные пешеходные ограждения. Дорожку представитель ОНФ предложил демонтировать, а газон под ней восстановить. Кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство» пояснили, что дорожный объект на участке от улицы Советской армии до улицы Нововокзальной еще не сдан после комплексного ремонта. Работа здесь предусмотрена до конца октября этого года. В установленный срок замечание подрядчик должен устранить. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.